Вечер в хату, всем привет! И в сегодняшнем видео я хочу заполнить свой скетчбук, потому что все скетчбуки, которые у меня есть, я их почти никогда не заполняю И, возможно, хотя бы ради видео я их заполню, поэтому сегодня я буду заполнять свой скетчбук Давайте начнем рисовать, и вы, кстати, тоже можете взять свои скетчбуки и рисовать вместе со мной Ну и, в общем-то, давно я не рисовал, поэтому решил все-таки, как я уже и сказал, заполнить скетчбук И поэтому сегодня буду рисовать, и для разогрева, так сказать, я решил просто на первой странице нарисовать то, что я вижу у себя на столе, то, что я вижу перед глазами И это один из спойлеров к новому видео, к одному из новых видео Это одна из штук, которую я нарисовал И это, возможно, когда-нибудь выйдет, если я не забью опять на свой канал Но пока что сделаем вид, что это такой типа спойлер, который всем пофиг Вот, и я решил изобразить то, что у меня лежит на столе такой вот холст, какие-то краски, кисточки И просто, короче, нарисовать то, что я вижу у себя перед глазами на столе И для этого рисунка я нашел на столе у себя красную ручку И решил долго не копаться в столе, не искать в нем и другое И просто взять красную ручку и начать рисовать вообще без наброска, без ничего Просто начать рисовать И дальше я беру простой карандаш и пытаюсь сделать тени, которые выглядят очень странно И, возможно, они дополнили рисунок, а, возможно, без теней было бы намного лучше Но мы этого уже не узнаем, потому что я их уже нарисовал И как бы, что есть, то есть И на холсте я решил нарисовать какую-то другую картинку, не та, что есть в реальности Чтобы были две разные картинки, зачем мне две одинаковые И дальше, не отходя от кассы, я начинаю рисовать следующий рисунок И это будет такой вот желтый лимон И это будет лимон от человека И вообще, я не знаю, я один раз нарисовал такого лимонного человечка И мне понравилось этот... Понравилось это чем? Понравился такой вот человечек, такой вот персонаж И, возможно, с этим персонажем что-нибудь сделаю Возможно, какой-нибудь комикс или что-нибудь Ну, короче, лимонный такой вот пухтенький человечек Очень прикольно получилось Мне понравился этот персонаж Вот, поэтому я решил его нарисовать, чтобы он был у меня еще и в скетчбуке И мне кажется, что-то прикольное с этим можно придумать И как персонаж для комикса вообще идеально Он такой яркий, смешной, карикатурный То, что он такой пухленький И вообще прикольно, классно, супер И я все видео буду так перепрыгивать с одной страницы на другую Потому что я рисую маркерами пост И пока они сохнут, я рисую следующий рисунок И это я рисую свою фотографию, свой автопортрет, так можно сказать Но мне не очень нравится этот рисунок, который получился в итоге Потому что он какой-то очень странный И вроде бы не так уж и плохо Но я взял слишком твердый, это называется, твердый карандаш Его очень плохо видно И под особым углом его хорошо видно Под особым углом его нехорошо видно В общем-то, не очень прикольно получилось Но вроде даже похоже на человека Но точно не на меня Но что-то похоже Вот это вот портрет такой вот у меня получался в этом скетчболе На этой фотографии я просто когда был в Грузии Я сфоткался в зеркале, которое было над кроватью И все, вот такой вот смысл фотографии очень глубокий И я на ней держу телефон, потому что фоткался на телефон И все, вот такие вот у меня супер смысленные фотографии Смысленные ужасы Русские слова, пожалуйста, придите в мою голову Призвали русские слова, можно продолжать говорить И, кстати, да, сегодня понедельник Я записываю отсутку до этого видоса И не знаю, когда выйдет это видео И во вторник, 23 августа Я лечу опять в Грузию На месяц почти, на две недели И я уже там был месяц Я не знаю зачем, если честно Я даже не знаю, где там буду жить Я даже не знаю, что там буду делать У меня не будет ни интернета, ничего Вот, но я подумал, что это прикольная идея Опять поехать в Грузию на много времени Потому что, я не знаю почему, если честно Немного устал уже сидеть в Варшаве И очень как-то странно все меняется Очень резко все меняется в жизни И нужно поехать в Грузию Если не знаю, что делать Едем в Грузию Такие вот народные мудрости И мне немного стремно Потому что в последний раз, когда я был в Грузии Я настолько очистился Столько у меня мысли очистились Что я вообще перестал рисовать и что-то делать Пять месяцев Вот, но сейчас я вернулся на YouTube И опять лечу в Грузию Возможно, это было плохое решение Возможно, я так вдохновлюсь к Грузии Что начну еще больше рисовать Никто не знает И после Грузии я возвращаюсь И сразу же лечу в Амстердам Вот такие вот у меня получаются путешествия Зачем вообще думать об учебе? Где я буду жить? Вот, короче, очень сложно Очень все странно И просто хочется отвлечься И просто улететь в Грузию, например, хотя бы Потом в Амстердам Съесть какой-нибудь пирожочек там И на фотографии была маска из Инсты Где было напишено Напишем Написано Хорошо, что я тупой И я-то тоже решил написать Но странно выглядит Но неважно Возвращаюсь к предыдущему рисунку И дорисовываю лимончик Он в писах Я рисую тени И выглядит прикольно Мне очень нравится такой лимончик И вообще просто хочется сделать Какие-нибудь значки Комиксы, плакаты Одежду и просто все сделать С этим лимончиком Потому что он замечательный Это, конечно, не новый персонаж В смысле, типа, что уже Много где есть персонаж лимончик Например, даже в том же Времени переключений Но Меня это не волнует Окей Вот, я нарисовал тени И дальше переключаюсь К следующему рисунку И рисую какого-то динозавра Просто, чтобы высох тот лимончик И этот динозавр Не несет никакого смысла Он особо тоже без наброска Я сразу беру синий карандаш И просто сразу же рисую И вообще, знаете, вот Нужно так расслабиться И порисовать тупые картинки Потому что Я не знаю, кому как Но У меня достаточно Надо много решений Серьезных принимать В последнее время И хочется просто Какую-нибудь херню порисовать Чтобы, знаете, вот Понять, что ты все-таки Еще не прям такой супер взрослый И ты можешь порисовать Посидеть фигню И Представить на пару секунд Что тебе вообще Ничего не нужно думать Ничего не нужно делать И можно вот Побыть ребенком Каким-то и порисовать Всякую дичь И это очень Расслабляет и успокаивает На какой-то момент Но потом Ты заканчиваешь рисовать И опять появляются Разные мысли Как, например, выжить Как, например Что-нибудь заработать И вот всякое такое Конечно, не ожидал Что все это будет сложно Да, на самом деле Не сложно Я шучу Просто В смысле Сложно, что придется В таком раннем возрасте Начинать уже все самому Все думать Все продумывать И Пытаться быть независимым Потому что Нет кого зависеть И, кстати Я высился с общаги Перед тем, как уехать в Грузию И, скорее всего, буду жить на квартире Но я еще не знаю Не уверен Вообще Ни в чем не уверен Даже если уже все решено То я все равно не уверен И Сомневаюсь во всем У меня вот такие вот, знаете Всего боюсь Всего сомневаюсь Поэтому Как бы пока что Я высился с общаги И уже Типа знаю, где я буду жить дальше Но мне все равно Стремно, что я тут не буду жить Короче, не знаю Мне стремно И всего боюсь Как я уже сказал Вот Поэтому сейчас Я пока перевез все вещи на эту квартиру Здесь живет мой друг И его сосед потом выезжает В конце сентября А мои вещи уже тут И, короче, я вернусь Где-то в конце сентября С этой Грузии Из Голландии И как раз все мои вещи уже тут Я просто даже переезжать не придется Как бы вроде Все даже и просто Все очень хорошо А я переживаю Я не знаю Почему, если честно Я всегда переживаю Вот Но Очень странное Сейчас на ощущение Поэтому я уже быстрее хочу Просто Улететь в Грузию Там у меня не будет интернета Только в отеле Скорее всего И я буду стараться Просто всегда выходить Из отеля Чтобы не сидеть в интернете И отвлечься Потому что Как я уже сказал Я когда там был месяц Я настолько отвлекся от всего Что Даже когда началась Эта вот вся штучка В Украине То Я даже этого особо не ощутил Особо вообще как-то Не проникся этой ситуацией И сейчас отношусь нейтрально Потому что Я тогда находился в Грузии У меня особо не было интернета Я не прям читал все эти новости И не прям понимал Что происходит Но мне было очень стремно возвращаться Потому что из Грузии Полеты все в Польшу Происходили на территории Украины Но как все оказалось Потом просто Самолет на полчаса больше Облетал где-то там Через другие страны И все прошло безопасно Но мне было очень стремно Возвращаться из этой Грузии Вот Но все прошло хорошо Я бы ломался только об этом Как вернуться в Польшу Сейчас Мне тоже немного стремно Потому что Читаю новости Что россиянам там Всяким отказывают в визах Там Призывали чтобы белорусам Тоже перестали выдавать визы Забирают вид на жительство На границе И мне стремно Что вот я сейчас вылечу из Польши Буду возвращаться в Польшу А мне скажут Типа А все До свидания Визу аннурируем Все аннурируем И скажут Типа Едьте куда хотите И вот мне стремно Что меня не пустят обратно Хотя Никаких оснований нет Ничего Не предвещает беды Но я не знаю Мне всегда страшно А вот здесь На картинке Нарисовал диплом И там написано Что не будет То есть Это Такая вот отсылка К тому Что я отчислился Из универа И Возможно Будет отдельное видео Серьезная тема И В Беларуси Работает так Что нужно всем Идти в армию обязательно И если ты учишься Ты можешь не идти Три года пока ты учишься Но если ты например Учился Отчислился Или там что-то еще То у тебя только одна отсрочка И все Если я отчислился То я должен идти в эту армию Там по-моему Почти два года нужно быть Или сколько И то есть получается Что я больше не могу Никогда поехать в Беларусь Домой И то есть все Как бы Пути назад нет Мне нужно либо тут Как-то выжить в Польше Либо Не знаю что Потому что если пойти в армию То мне стремно Что я там смогу сделать Буду рисовать лимончики На стенах Я не знаю Короче это смешно Я даже не могу представить Что бы я пошел в армию И Не знаю Вот это мне тоже немного пугает И Короче очень страшно И такое вот знаете Получается немного видео Где я Такой разговор с психологом Только Самим собой Просто высказываю Все что у меня есть сейчас В голове Еще у поляка Вот в этой квартире Нашел на полке матрешку Я не понял почему Потому что типа это Русская вещь А все поляки Просто ненавидят Россию И если вот Слышат слово Россия Тебя просто готовы Знаете Всеми терминами завалить О том что Россия Самая худшая страна Просто которая существует И Очень странно видеть матрешки И всякие русские штуки В квартирах поляков Но очень прикольно И я решил ее нарисовать И понятное дело что Я не рисую прям эту матрешку Что-то похожее И просто вот Мне пришла в голову Идея нарисовать матрешку И я решил нарисовать ее В таком своем стиле В своем мультяшном стиле В комиксном стиле матрешку И это прикольно Довольно таки выглядело Субтитры сделал DimaTorzok А на соседней странице Уже без наброска карандашного Я решил просто повторить Похожие формы Из этой большой матрешки И нарисовать маленькую матрешку И получилось довольно таки прикольно И пока что это просто Такие цветовые пятна Но потом в итоге Я все это обведу черным цветом И получится очень прикольная картинка И очень прикольная иллюстрация А дальше как я уже сказал Я завтра улетаю в Грузию Завтра в смысле Это следующий день После того как я записываю это видео Но не важно короче 23 августа я вылетаю в Грузию И я решил нарисовать самолеты Это компания Viseiro У них такие самолеты С каким-то розовым Таким ягодным цветом И понятное дело Что это не такой самолет Это просто такая мультяшная копия Подделка Но решил нарисовать самолеты Пока он сохнет Я решил продолжить рисовать лимончики Это такая вот армия лимончиков И я рисую им тени Сначала нарисовал просто общие цвета Сейчас добавляю тени И подсматриваю на оригинал своего лимона Чтобы все было похоже Все было так же И знаете Есть такое типа упражнение Не упражнение Не знаю как это можно назвать Были раньше видео Типа идеи для скетчбуков И там вот рисовали Просто цветовые пятна И потом этим пятнам Пририсовывали разные эмоции И типа Практиковать рисование эмоций И я решил Сделать что-то похожее Только с лимонами И нарисовать разные лимоны И у всех лимонов Будут разные эмоции И разные лимончики Очень прикольно выглядит Мне очень нравятся Эти картинки И я бы даже такие стикеры Хотел себе сделать Знаете Наклейте на лоб Такого лимона Вообще смешно Классно И можно ходить по улице По центру Баршавы И мне очень нравится Что они получаются Такими яркими То есть это довольно-таки Простой персонаж И это просто Голова лимона И все Просто желтая С оранжевой тенью И с розовым телом Тело может быть разное Как просто палочки Например Вот такой вот Пухленький лимон Как был у меня вначале На первом рисунке И мне очень нравится Я уже даже придумал Пару историй Комиксных таких Вот с этим персонажем Они очень странные И например Если их прочитать Можно подумать Что что-то пошло не так Но очень прикольно получается И возможно Если я Все-таки Напишу полностью Какие-нибудь истории Возможно Когда-нибудь я сделаю комикс Вполне возможно Я всегда хотел сделать комикс И даже какой-нибудь маленький И вообще будет классный И я думаю Что этот персонаж Лимончик Прям идеально подойдет Для моих задумок И возможно В скором времени Как бы Произойдет комикс Но это не такой комикс Что типа Там знаете На сто страниц Одна история Я скорее всего думаю Что это будет Либо какой-то Сборник С мини-историями Либо это будет Я не знаю Просто таки знаете Комиксы Как картинка На одну страничку Что-нибудь такое Я пока что не знаю Но что-то придумал Дальше переходим К матрешкам И эту матрешку Большую я испортил Потому что взял Толстый маркер Я подумал Что она будет смотреться Лучше Но так смотрится Только хуже И толстым маркером Я обвел Вообще Все Не знаю зачем Я думал Что типа Знаете Сделать контур Толстым И внутри Все тоненьким Но что-то пошло Не так опять И я все сделал Толстым А эти цветы Внутри Я сделал Тоненьким маркером И это смотрится Очень некрасиво И эта картинка Мне вообще не нравится И она Я не знаю Даже не так это описать Но вот знаете Вроде и неплохо Я так всегда рисую Но ты на эту картинку Смотришь И она некрасивая На другие картинки Свои я смотрю Они тоже все кривые Все косые Но Мне не нравится Эта картинка Мне не нравится Меня отталкивает Отпугивает И просто не хочется На нее смотреть Вот напишите Нет ли у вас Такого ощущения Знаете Что типа На другие картинки Смотришь Они вроде прикольные Вроде кривые Но прикольные На эту смотришь Она страшная Вроде такая же кривая Как все остальные Но страшная Я не знаю Как это объяснить Возможно вы понимаете Для маленькой матрешки Я уже взял Тоненький маркер Тоже черный Но тоненький И выглядит Еще кривее Чем эта большая матрешка Но В итоговом варианте Она смотрится Прикольно Она смотрится Как какой-то стикер Какая-то картинка Я не знаю Возможно я себе Уже что-то напридумал В голове И просто хочу Себя успокоить Что-то выглядит нормально Но В конечном итоге Когда я все обвел Все нарисовал Это смотрится Не красиво Нет Красиво Но не прям Что-то Тебе знаете Красиво Что супер идеал Супер эталон Но типа Как просто прикольная Иллюстрация Какая-нибудь наклейка Знаете Тоже можно взять На лоб наклеить Например И нарисовал Такую тень И выглядит прикольно Дальше Приступаю к самолету И начинаю обводить самолет Чтобы он был тоже Законченным рисуночком И на самом деле Я всегда очень боюсь летать И знаете Я покупаю билеты на самолеты И потом такой думаю Вообще класс Купил билеты на самолет И уже в тот момент Когда я уже сижу в самолете Я начинаю бояться Пока я иду в аэропорт Я там покупаю билеты Я даже не думаю Что я могу бояться Когда я уже сажусь в самолет Я начинаю бояться И мне очень страшно И я даже не знаю Чего можно думать Я уже сижу Понимаю Что у меня нет выхода И все Бойся, не бойся, а выхода нет Уже тебя никто не выпустит назад Потому что ты уже сидишь в самолете И даже если он еще не взлетел Просто вот, знаете, ты сел И там еще люди все садятся, заходят Все равно очень страшно начинается Но уже как бы выбора нет Тем более, знаете, если сидишь возле окна То все, ты сел И там еще возле тебя два человека То есть тебе даже выйти невозможно И все, и ты сидишь, и выбора нет И придется как бы Даже если боишься, то придется сидеть И, кстати, напишите в комментарии Белый самолетик Если вы досмотрели видео до этого момента И давайте я вам покажу рисунки Которые я сегодня нарисовал Их не прям уж что много И тут нет таких прям супер, знаете Возведений искусств Но мне очень нравится этот лимончик Это просто вообще очень прикольно Если его еще доработать То вообще будет супер классный персонаж Дальше рисунок То, что у меня лежало на столе И смотрится нормально Какой-то динозавр с вточком Мой автопортрет Выглядит, не знаю Вроде и похоже на человеческий портрет Вроде выглядит странно И странные ощущения Когда я смотрю на этот портрет И эта надпись точно все портит Возможно, без надписи было бы лучше Дальше это я рисовал брашпеном А тут просто моя любимая страничка Такая яркая, такая прикольная И вообще хочется сделать такие наклейки Дальше матрешки Смотрится довольно-таки прикольно И дальше идет у меня самолет На котором я полечу И надеюсь, он так же не развалится Как мой рисунок Ну и всем спасибо за просмотр Такие вот рисунки у меня сегодня получились Если вам понравилось То напишите много комментариев И можете подписаться на канал А можете не подписываться И всем спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok